Всем привет! Сижу с полотенцем на голове, потому что только что помылась, помыла голову. Вот начинаю новый влог. Неужели учебный? Что будем с вами сейчас? Собираться, одеваться и выезжать в универ. Так, нам нужно посушить волосы феном, и тогда уже всё будет супер. Обязательно брызгаем термозащиту. Ну что, ребят, волосы я посушила, высушила, и ещё мне кажется, что очень сильно влияет всё-таки вода. То, что она в Самаре, ну или просто у меня здесь дома очень хлорированная вода, и она очень пагубно влияет на волосы, потому что когда я их мою в Тольятти, они почему-то кажутся мне мягче. Возможно, какие-то мои мзики, и мне просто кажутся, но не знаю. Короче, я собралась. Почему-то забыла вам показать финальный образ. И только сделала шарфик, чтобы не продуть голову. Тут вообще, мне очень тепло. Свитер, милка, сумочка и пакетик. В общем, пришла я только что с универом. Наши преподы, конечно, такие смешные некоторые, прям каждый вообще особенный. И такие фразочки иногда говорят на парах. Просто хоть стой, хоть падай. Вот, всякие истории рассказывают интересные. Вот вообще интересно, когда преподаватели вот так вот общаются со своей аудиторией, как на равных. Вот. И представляют, может быть, себя подростками, как-то так высказываются. Хоть просто бери какой-нибудь цитатник, открывай и просто записывай туда то, что сказал каждый препод из вашего универа. Но я бы хотела вам сказать то, что ничего открывать не надо. И, в принципе, есть уже такая группа в Телеграме. Телеграм-чатик, ссылочка на который будет в описании. Там собраны разные цитатки с российских, белорусских, украинских вузов, цитаты преподавателей, всякие смешные фразы, которые они говорят. И вот они все там записаны, там даже хэштеги стоят, какой универ. И я даже свой универ там нашла, поэтому вы 100% найдёте это место, где вы учитесь. Вот. Если хотите чудесно провести время, ну или просто почитать, кто что говорит в других универах, как они интересно высказываются на занятиях, то вы можете, в принципе, зайти, посмеяться, почитать и вообще поднять себе настроение. Потому что, когда мне грустно, я захожу в эту группу и читаю просто всё, что там новое появилось. Это очень интересно. Можете даже предлагать какие-то свои интересные цитаты, которые сказали ваши преподаватели во время пар. Почему бы и нет? И вот так вот выглядит этот канал. Называется «Цитат преподавателей. 25 тысяч участников». Я тут уже все последние цитатки прочитала. Вот. И тоже можете просмотреть. Поэтому ссылочку на этот телеграм-чатик вы найдёте в описании к этому видео. Заходите и читайте. Так, ребят, в общем, я ничего не снимала вам за сегодняшний день, потому что он был не особо насыщенный. Пару такие были, знаете, спокойные, плавные, медленные. Особо нечего было снять. Но завтра у нас будет день лекций. И поэтому я надеюсь, что я засниму вам, как и обещала, свой учебный процесс. А сейчас хотела бы под конец дня этого распаковать куколку. Заказывала с Вайлбереса. Вот, кто не знал, то я увлекаюсь коллекционированием кукол. Сейчас это Rainbow High. Очень детализированные куклы, я считаю. И вот они у меня стоят на полочке и радуют глаз. Поэтому давайте сейчас произведём с вами распаковочку. Такой немножко неучебный контент у нас получается. Но я думаю, что вам будет, в принципе, интересно влог о моей жизни. Потому что я бы хотела снимать просто свою жизнь. Не только про учёбу. Всё. Поэтому давайте распакуем. У меня, правда, куда-то делись ножницы. И не знаю, чем я буду её распаковывать, на самом деле. Есть один только вариант. Это либо канцелярский нож, либо обычный нож. Но это будет крайне сложно сделать. Но всё-таки я попробую. Что-то какая-то красная, кажется, на видео. Но это от того, что я умылась пенкой и намазывала лицо таким жирным кремом. Поэтому всё-таки такие красные. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Начинаем дальше. Небольшую распаковочку канцелярским ножом. Потому что ножницы я не нашла. Надо будет потом перерыть свои шкафы и найти их. Потому что они у меня были. Вот. Они их запечатают так, как будто, я не знаю, по кляху я достала. Аксессуары у нас пойдут потом. Вот. И сейчас самое сложное — это ничего не порвать и нормально распаковать куколку. Я распаковала свою красотку. Так вот она пока что выглядит. Это ещё ей волосы, по-моему, потому что они очень сильно залачные. Это некрасиво выглядит. Вот. Также здесь инструкция очень огромная на всех языках мира. Обычно просто маленькую бумажечку кладут. И всё на этом. Вот. Также подставочка у нас тут есть. И аксессуары в виде очков, полотенце и рюкзачка. Так. У нас сегодня день лекций. Уже прошли две лекции. Сейчас идёт третья. Мы сидим в коридоре просто потому, что в аудитории... В аудитории, короче, не хватило места всем. Потому что она очень маленькая. А у нас там четыре группы сидит. И препод не пришёл. Потому что... Не знаю, что с ним. Но, короче, она не пришла. Могу вам показать прекрасный вид из окна. Там вон Волга. Там церковь виднеется. Солнышко такое, обычко. Хотя с утра было очень пасмурно. И даже дождик шёл. Короче, мы сейчас сидим в более новом корпусе. Вот так он выглядит. Там библиотека у нас. Зеркала, всякие проекты. Там мы на физику ходили. И всё. Вот на такой лавочке мы сейчас сидим. Тут их очень мало. Я не верю. Не знаю, почему так. Но это очень плохо, потому что их постоянно занимают. И ты не можешь посидеть. Короче, пока мы ждём начала новой пары. Покажу вам то, что я взяла с собой. Во-первых, это вот такая вот тетрадочка. Взяла одну общую. Но я, естественно, все лекции пропишу в отдельной тетради. И так, за сегодня мы пока что успели по механике жидкости и газа написать вот столько. Очень интересная пара была. Мне понравилась. Аудитория классная. Препод классный. Вот столько мы написали. Дальше уже у нас идёт тех мех. Она была скучноватая. И такое ощущение, что препод говорил сам с собой. Вот, ну, как бы. Ладно. Пропустим, опустим этот момент. Вот. Несу меня вот, Толечка, списала. Всё это дома мне нужно будет переписать. Также ещё написать в другой тетрадке конспект. По паре, которую сегодня не провели нам. Ну, и следующая пара. Увидим, что будет. Пока только так. Села ещё, короче, с собой. Ну, шапку надела, естественно, пенал, чтобы писать. Также ланчбокс, чтобы перекусить. Потому что мы сегодня с 11.50 до 7.00 здесь в универе сидим. И также взяла ещё с собой зарядку для телефона. Потому что у меня уже около 50% осталось. И, естественно, моя сумочка, с которой я хожу. Потому что моя большая, которая у меня была из Зары. Которая купила в новом учебном году. У неё ремешок немножко здесь порвался. И я не особо хочу её теперь носить. Нужно будет заказать новую. Я пришла домой после пар. Очень устала, если честно. Просто и морально, и физически. Хотя мы ничего там не делали. Просто сидели. Но мы очень много писали. Прям очень. Если раньше у нас все пары были в дистанте. То сейчас у нас все пары очно. Как так, казалось бы, да? На дистанте было очень удобно. Потому что ты мог включить ноутбук. Слушать лекцию. Параллельно, естественно, много-много писать. И в перерывах ты мог даже куда-то сходить. По своей нужде куда-нибудь. Покушать ты мог спокойно. А тут ничего этого не сделаешь. Поэтому, ну, естественно, ты не можешь покушать на лекции. Которая ведётся очно. Тебе приходится просто сидеть и все пары писать безостановочно. Так, ребят, ещё я успела сходить в золотое яблоко. Снимаю вам следующим днём. Потому что хотела бы показать вам уже при солнечном свете. Те товары, которые я взяла. Тут у меня всего два продукта. Первое. Я решила попробовать гель для укладки волос. Хотела бы делать какие-нибудь прически. Хвостики зализанные, пучки. И так как у меня волосы постоянно в разные стороны торчат. И петухи вылазают. То это необходимая вещь. И вот решила впервые в жизни попробовать. Такой бюджетный вариант самый, который там был. Просто на пробу. И также, так как я пользуюсь сыворотками для лица. Потому что кожа очень сильно сохнет. Особенно в холодное время года. То вот взяла сыворотку. У меня просто закончилась моя. Которой я пользовалась. И я решила взять вот такое вот. Тут 100 мл. А до этого у меня была сыворотка объёмом 30 мл всего лишь. То есть вы понимаете, насколько она огромная. И как надолго мне её хватит. Так что такие покупочки у нас были в золотом яблочке. Так, ребята. Что я бы хотела сейчас вместе с вами переписать лекции. Которые мы писали. Вот. У меня есть такие две тетрадки на кольцах. На сменных блоках. И хочу прежде всего переписать лекцию по МЖГ. Думаю, либо вот эту тетрадку взять, либо вот эту. Я распечатала тетрадку. Посмотрите, какая она милая внутри. Вот такие вот листочки здесь. Вот здесь. Преписала я одному лекцию по механике жидкости и газа. Такая вот красивая и аккуратная она вышла. Так, я пришла домой. Время 7 часов вечера. Нас сегодня пораньше отпустили. Я всем должна была только из умера выходить. Сейчас я уже дома. Вот. Приоделась. Заварила чаёк. Также будем готовить кушать с вами. И давайте, наверное, покажу, что мы сегодня сделали на парах. Вот в таком вот замечательном пакетике я всё с собой носила. Там все мои тетрадки. Потому что сумки у меня пока что нет. Так, первая у нас была пара по математике. Мы проходили теорию вероятности. Вот только мы здесь писали, решали разные задачи. В принципе, многие можно было решить и без формул. Вот. Но у нас тут куча-куча формул было, по которым мы и решали наши задачки. У нас даже препод, кстати, сменился почему-то. Дальше у нас была пара по архитектуре. Наверное, я оставлю для неё вот такую тетрадку. Но я всё писала на листочках, кроме математики. Так как я пропустила первые пары из-за болезней. И мне нужно будет переписать их в тетрадку, чтобы всё было. И поэтому я писала на листочках. Вот так вот мы сегодня разбирали всякие ЕМС. И просто немножечко тут написали, накалякали. Потом это нужно будет всё переписать. Ну и крайняя пара у нас была по теоретическим основам типа техники. Мы должны будем ему написать курсовую работу. Отправить в Word, там всё отредактировать, всё как нужно. Никогда не писала ещё эти работы. Будет мой первый раз. Вот. И также мы начали решать эту работу. Что-то типа RGR. Очень легко оказалось. Хотя сначала я ничего не поняла. Но потом как-то влилась в процесс. И всё стало предельно ясно, предельно понятно. Решали по формулам, по методичке, которую он нам скидывал в личном кабинете. И всё. У каждого студента свой вариант, соответственно. И списать это как бы ниоткуда нельзя. Но ему можно позадавать вопросы, на которые он ответит. Вот. И сейчас, наверное, покушаю. И буду переписывать всё, что мы сегодня проходили. Чтобы не накапливать долги. Хотя у меня и так куча всего уже, что нужно переписать. Это и лекции, и практики, и задания по практикам. Поэтому как-то так всё и уходит. Всё я покушаю. Теперь приступаю к написанию лекции. Ту, которую я не написала, это лекция по архитектуре. Нужно будет просто сделать такой небольшой конспектик из личного кабинета. И также нужно будет переписать мне два занятия по практике. Сегодняшнее и прошлое, на котором я не буду. Что, начала писать лекцию. Открыла её на ноутбуке, потому что с айфона очень неудобно писать. В плане того, что у меня иногда соскакивают слова, и они, получается, друг на друга наплывают. И мне непонятно, что там написано. Поэтому придётся так. Ребят, можете меня поздравить. Я написала лекцию по архитектуре. Вот такая вот она вышла. В общем, ребят, я наконец-таки доделала полностью архитектуру. Я написала практику по первому занятию. Вот такая с рисунками. И также практику по сегодняшнему занятию. И всё, с архитектурой, как бы, всё. Время 12 с чем-то ночи. Я, наверное, пойду спать, потому что завтра день лекций. Это видеоматериал со следующего дня. Здесь мы ходили на пары по МЖГ, механикой жидкости и газа. И делали различные лабораторные работы, связанные с различными жидкостями и процессами их переливания. А это мой небольшой перекус. И также я с утра забрала посылочку с Вайлберс и поехала с ней на пары. Чертый процесс, идём. Полный вода. Пришли в детский мир. Короче, смотрю, Сильванина Фэмилис. Просто помечтаю, ставьте лайки, у кого такие были зверушки, в принципе, в детстве. У самых модных и богатых чек на районе в нашем детстве такие зверушки были. 1500 рублей стоят. Я, короче, начала смотреть сериал Бриджертона, и вот мне вот эти вот зверушки, именно вот эта упаковочка напомнила их. Посмотрите, какие милашки просто. Такие шапочки у них, сумочки офигенные. Просто обалдеть. Но больше всего мне понравились в костюмчиках на лошке, которые стоят 3400. Это, видимо, какая-то лимитированная коллекция. И Барбоскин здесь есть интересный? Гравитифол, смотрите. Билл, шифр, ну, как там был. Спасибо, я уронила. Я уронила лося. Очень страшно. Вот фиксики. Пишите в комментах, как зовут. Барбоскин, смотри. Пишите в комментах, как его зовут. Смотрите, тут еще есть почему-то свинья с... Как ее зовут-то, я не помню. Венди. Свинья с Венди. Почему не с Мейбл? Она же ее, пухля же ее. Играем. Хотим мешку изгибаем. Наушники нам не нужны. Большой пакетман тоже. И айфон тоже. Я пришла домой. Сегодня уже, наверное, ничего не буду делать. Ну, как, наверное. Я хочу спать. Вот. Ну, на завтра, в принципе, мне ничего не надо делать. Никаких заданий нету. Так что сейчас пойду умываться быстренько. И ложиться спать, чтобы завтра встать бодренько. И пойти опять на пару. Точнее, на одну пару, потому что одну у нас отменили. Так что сегодня с самого утра я ходила на маникюр. Сделала вот такие вот коротенькие ногти. С леопардовым принтом. Френчик такой вышел. Так что все. И буду заканчивать этот влог. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Забыла вам также показать пледик. Вот такой вот заказывал на Вайлберес. Артикул есть в моем Телеграм-канале. Ссылочка в описании. Смотрите, он такой мягенький. Такой красивенький. Все. Теперь точно все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok